Ребята, перед началом ролика хочу вам порекомендовать канал Малыга. На нем есть обзоры колод, открытие сундуков и другие интересные темы. Также на канале проходит конкурс на топ аккаунт с кучей легендарок. Обязательно поспешитесь, не пожалеете, ссылку на него я оставлю в описании. Ну а мы переходим к ролику. Привет всем дорогие друзья, нахожусь я на своем основном аккаунте. Сегодня у нас не будет ни открытий сундуков, ни онлайн, а так сегодня мы поговорим про большое испытание. Оно снова пройдено. В общем, ребят, мы готовимся к испытанию темной ведьмы. Еще нету там официальной информации, когда она будет, эта темная ведьма. Но мы уже подбираем колоды, там был слив инфы, что вроде бы будут колоды свои, не драфт испытания, как это было с бандиткой. Поэтому мы сейчас вот готовимся к этому испытанию, подбираем колоды и вот у меня уже команда бустеров готов. Поэтому вдруг, если вы хотите заказать там большое испытание или буст покупка, обязательно обращайте ссылку на свой паблик, на свой вк, на прайс цен, оставлю в описании. Если вас интересует, то обязательно заказывайте буст. Сегодня мы поговорим о новой колоде с арбалетом. Это колода Кот Наркот, он сейчас с нами в скайпе. И я, как всегда, буду ему задавать вопросы по колоде, пусть расскажет про нее, потому что, ну, ты ее сам составил или у кого-то взял? Опять вопрос. Он сам составил, кстати, всем привет. Да, вот. Значит, вот такая вот дека с арбалетом. Я смотрел, наблюдал бои, как он с ней играл. Мне она очень понравилась, поэтому мы сейчас сначала посмотрим повтор, но потом в конце откроем вот этот сундук, и мне уже скоро должна выпасть лего. Поэтому досмотрите видео до конца и узнаете, какая лего мне выпала. И вот, как видите, я уже подготовил сундучки, и вот место пустое я оставил для легендарного сундука. Если вы хотите этот выпуск, то обязательно поставьте лайк этому ролику. Ну, а сейчас мы переходим к повтору. В общем, какую тут ты говорил против... Сейчас, киллера, да? Вот, мы будем смотреть на фоне повтор, и я буду немного рассказывать о этой колоде, задавать какие-то вопросы. В общем, начнем. Самое, наверное, стандартное – это плюсы и минусы этой деки. Что ты можешь сказать про нее? Какие у нее есть минусы? Какие слабые места? Смотри, слабые места – это, скорее всего, мушкетеры, дека с мушкетером. Ну, если, конечно же, не рукожопы там против. Потому что он ставит сборщик, приходится ставить ракету кидать, а он потом кидает мушкетов и чем контрить. Ну, а если дождаться мушкетеров и ракету на них выбросить? Ну, конечно же, так лучше делать. Ну, все равно, по эликсиру ты будешь так или так будешь проиграть. Либо эликсир ты хочешь сэкономить, либо убить мушкетов. Что, типа, по душе и все. Ну, да, я смотрел... Там приходится выбирать. Да, я смотрел эти поединки против трех мушкетеров. Реально сложно. И эта колода, ну, если вы там вдруг будете в больших испытаниях этой декой играть, то вы будете встречать эту деку. И тут, знаете, в испытаниях есть определенное количество колод, да, которые обязательно тебе встретятся. Это хок плюс мусор. Это бочка. Нет, это мушкетер. Точнее, три мушкетера, да, с шахтером. Сейчас очень популярно... Ну, и тараном. Таран плюс бандитка. Тоже очень такие популярные колоды. Ну, давай, расскажи, как правильно этой колодой играть. Если с големом нам было понятно, нужно голема ждать до двунного эликсира, то с арбалетом тут совсем по-другому. Рассказывай, как нужно выждать, сколько эликсира надо или... Ну, в общем, рассказывай, как этой декой правильнее всего. Печку вообще чаще всего хочу ставить. Ну, вообще, да, печку я ставлю. Просто вот полный эликсир, если печка есть, то я ставлю ее. Потихоньку дефайся, да? Да. Самое важное, мне кажется, это посмотреть колоду противника. Понять, какие у него есть пылы, что он чем контрит. И что, когда выставишь ты арбалет, тебе нужно знать, что ты будешь после него выбрасывать, чтобы, ну, логично предположить, что он выбросит потом, правильно? Инферно, значит, инферно. Мусор, значит, тебе бревно надо там, да? Если инферно, громовежь. Ну, в общем, или скелетики с один эликсир. В общем, нужно первое, мне кажется, это колоду противника изучить, а потом уже пользоваться арбалетом. Ну, ты вообще ставишь арбалет сразу, если вот в начале боя? А, сразу нет, там было всего лишь раз два максимума. Это сразу, потому что просто наоблокарты сливать у меня ничего было. Ну, да. Ну, приходилось так. Вот поэтому ты его и поставил, да? Хорошо, значит, какие деки проще всего убивать? Ну, мне кажется, я уже догадываюсь, что это воздух, да? Лава. Ну, не совсем. Нет? Ну, расскажи тогда, какие деки проще всего, ну, против которых дек легко играть с арбалетом? Проще всего, ну, сейчас подумаю, кстати, надо. Блин, я не знаю даже, я не вздумался об этом. Ну, наверное, таран, но это легко как бы дефать, все. Ну, ты недавно этой колодой играешь, да? Да, недавно. Хорошо. Я играю все же дня два-три. Ну, давай так рассуждать. Мне кажется, сложнее всего будет, ну, мне так кажется, это против голема. Нет, да, голем нормально. Ну, ты просто, мол, что-то ни разу не поставил арбалет, и просто закидывал ракетами в вышку. Вот просто появилась ракета, я кидаю ракету. А, ну, ладно, тогда расскажи, как играть против голема этой колоды, если ты говоришь это легко. Против голема, ну, ты просто должен выждать, либо пока он поставит сборщик, либо голема, и тогда ты ставишь арбалет. Так, сейчас я включу повтор еще один. Так, вот этот, давайте посмотрим против... Так, ну, зачем мы будем смотреть одну и ту же колоду? Давай посмотрим, ну, королевский гигант, это изи. Ну, это, это скучно. Ну, там просто такие деки, вы вряд ли встретите. Вот, ребят, а, тут поражение, поражение. Не выиграли мы кладбище. Ну, противник 5200, но это ладно, не показать. Против мушкетеров. Ну, а вот, давайте посмотрим, вот, против Тарана и этой, и бандитки. Я вас уверяю, ребята, что такую деку вы встретите в большом испытании, если будете играть. Давайте на фоне смотреть этот бой и заодно задавать какие вопросы. Против голема расскажи, потому что голема тоже встречается очень часто в больших испытаниях. Как против него играть? Дефаться арбалетом или... Как вообще пушить? Что делать? Дефаться печкой, понятное дело. Печкой. Да, строма вершится. Ну, смотря вообще, как он с молнией относится. То есть, если он часто... Ну, молнию, мне кажется, если печку ставишь, то лучше выждать молнию, а потом уже громовержца бросать. Не спеши. Нет, нет. Нет? Печку лучше ставить вообще там куда-то в праве, ну, точнее, я бью дом подальше. То есть, нужно подождать голема, да, а потом уже поставить печку, то есть не ставить её заранее. Да, ставишь всегда печку и всю. Просто печку появилась, ставишь, а потом дефишь рыцаря и скелетики, и смотрю, что... А как же тогда пушить? Вот ты ставишь арбалет, он ставит голема. Провал. Каким же образом наносить урон? Нежели это постоянно... Ну, если это временно выставили, то... Ну, я говорил, как надо. Надо ждать, пока... Либо он кинет голема с одной стороны, это кидаешь с другой арбалет. Либо когда он ставит сборщик. То есть, он в минусе поэликсильникам никак не поставит голема. Ракетой... Ракетой... Ракетой закидывать можно против... Дефи ее использовать или лучше на вышку, как... Или тоже нужно смотреть по ситуации, так и не скажешь, да? Нет, на вышку я ракету использую либо на вышку с юнитами, либо на вышку. Ну, потому что деф это редко так. Хорошо. Ну, тоже приходится использовать. А что ты скажешь про эту колоду, ну, в глобальных сражениях? Часто играешь ей или нет? Работает ли она? Потому что я уверен, люди... Я раньше, в общем-то, играл арбалетом, но задалбали очень куркиги. Ну, я не знаю, сейчас как будет. Потому что, ну, если печка прокачена, то все, ты тащишь. А если печка не прокачена, что, заменить ее можно? Или тогда уже, ты не знаешь, лучше деку перебирать? Я не знаю. Вместо печки я прям вообще... А Инферно не зайдет сюда вместо печки? А тогда как ты будешь его их убивать, к примеру? Ну, сплэш как бы надо. Вот это... Ну, я есть... Ну, я человек, который смотрел эти поединки все. Я видел, как ты мух контришь ракеты. Было, да. Поэтому... Ну, это я уже по фану делал. Ну, да, понятно. Ну, да, да. Почему ты эту колоду заменил... Ну, ты играл до этого с големом. И причем эта дека с големом сейчас популяризировалась, и ее... Уже нет. Уже нет. Если посмотреть, их сейчас... Почему? Объясни, почему. Потому что мне тоже непонятно, почему ты заменил голема. Ведь это... Ну, неплохая такая сильная колода. Почему ее... Кто ее сейчас контрит? Я не играл с големом где-то... Почти неделю. Потом такое решил в испытании еще чуть-чуть позворотить. Захожу с големом. Ну, я там всосал почти что сразу. Там где-то 6 или 7 побед сделать. Ну, впрочем, как всегда ты делаешь. Голем очень-чуть не тащит. Я понял. То есть... С арбалетом? Реально, что-то там... Может быть, научились контрить его. Либо что, я не знаю. Я понял. Ну, мне кажется, этой колодой очень легко играть против лавы. Ну, что по воздуху? Ну, если он, допустим... Не, ну, против шарика тяжелее все же. Потому что там приходится либо громоверста еще докидывать, еще и мегамуху. Ну, там приходится дефать этот арбалет. Ну, давайте я включу вам повтор против лавы. Как раз на фоне смотрите. И сейчас мы парочку таких вариантов просмотрим, как что контрить. Давай назовем самые основные колоды в испытаниях. Это лава-шарик. Еще какая? Это мусор. То есть, это эти бочки. Бочки, поизон. Потом кладбище плюс поизон тоже. Колода это отдельная. Да, это есть такой... Голем. Несписываемый со счетов. Самое популярное это мушкетеры. И мушкетеры, да. И шахтеры. Все остальное плюс-минус сейчас. Ну, то есть, пеку реже всего встретишь. Хотя, ну, появляется... Да, реже всего. Кстати, я могу так сказать. Я эту деку собрал. У нас, короче, бустер есть, который мне посоветовал деку пека плюс печка. Ну, это старая такая дека. Я такой думаю, да, печкой прикольно играть, но пека вообще ни о чем. Потому что ее контрит все. Я решил обратно арбалет ставить в эту деку. Чуть-чуть изменил там. И играю пенчиком плюс арбалет. Ну, давай поговорим, как какую колоду контрить. Вот давай, к примеру, кладбище. Вот как обороняться, когда... Легче всего контрит кладбище. То есть, там дамага вообще, ну, не больше сотки нанесут, если рыцарь стоит. Рыцаря бросать на... Вот, смотри, заходит рыцарь на твою половину, бросается кладбище, там, допустим, и поздно. Что, куда выбрасывать, чтобы пропустить, ну, минимально урона, вот. О, ну, тогда вообще очень жестко будет, если именно вот так запустить. На другую, или будешь по этой дефаться, а потом переходить в контру, атаку. Ну, я редко вообще... Стороны меняешь редко, да? Я могу отдать вышку, но это в других деках. Но в арбалете надо смотреть так, чтобы, как бы сказать, ты не сможешь пушить с той стороны, где ты потерял вышку, понимаешь? Там очень сложно будет. То есть, не надо менять стороны, да? Вот есть некоторые деки, которые, ну, видят, что там идет пуш, а ты резко направо там, голем. С големом я с удовольствием, я с удовольствием просто могу отдать вышку и пойти в трешку. Тут нет... Хорошо, это понятно. Все, разобрались тут. Давай поговорим про колоду лава плюс шарик. Как останавливать эту комбинацию? Я так понимаю, ракету нужно бросать на шарик, да, если эта связка летит? Ну, вообще, да, если лава плюс шарик, конечно же, ракету и там такие даже громоверцы. То есть, никогда не жалейте, ребят. Если вот летит, да, лава плюс шарик, зачастую можно там поставить печку, да, громоверцы, но не делайте. Вы на это потратите много эликсира и в итоге, ну, это будет не очень рационально. Я могу даже посчитать, смотри, лава стоит 7 эликсира, шарики еще 5, 12. Я трачу на ракету 6 эликсира. Такой вопрос, ракета же полностью убивает шарик, правильно? Ну, да, нет, нет, там остается лоу хп где-то сотка или 200, приходится гром докидывать. Да, тут запа нету, поэтому придется какого-то щюнита докинуть. Окей, с этой комбинацией поняли, все остальное на пальцах, естественно, не объяснить. Ну, в принципе, вы сейчас видите на повторе. Скажи, давай в баллах, ну, в принципе, а, нет, еще бой не завершился. Среднее, вот, уровень сложности этой колоды, какой? Вообще, арбалет, надо легко играть, потому что надо просто его длипить. И, ну, я бы сказал, где-то 4,3. Где-то так, 4,3. Из 5, да? Да. Хорошо, мы повторы все посмотрели. Я, конечно, не акцентировал там особое внимание, но там были, ребят, если вы смотрели, то очень, ну, интересные атаки. Ну, не очень, но интересные были. До этого были испытания там еще более потные. Ну, я выбрал вам самые такие прикольные повторы. Вот. Я надеюсь, вы посмотрели и там какие-то аспекты возьмете во внимание. В общем, давай подытожим эту колоду. Назовем еще раз плюсы и минусы. Антидеки, на твое мнение. Ну, и, в принципе, все, я думаю, что о ней еще можно говорить. Давай, плюсы и минусы. Стоимость эликсира, кстати, 3,6, не такая уж и дорогая, несмотря на то, что арбалет 6 стоит. Ну, да, ну, сейчас скажу, что тут. Ну, мне нравится вообще ракета в этой деке очень приходит. Блин, что еще? Часто, часто, часто ракеты добиваешь. Да, я почти всегда использую ракету именно на вышку. Ну, это очень часто. Я понял. Не приходит. На твое мнение, антиколода. Антиколода, да я, ну да, мушкетеры, скорее всего. Мушкетеры. Какой играть против Кога и мусора, ну, кроме принцессы. Вот принцесса реально раздражает. Я объясню, ребят, почему против Кога и мусора, потому что печка. Все. Да. Это все останавливает. Ну, единственное, что принцесса бесит, потому что приходится либо на нее... Да, 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 бревно. Потому что спеллоу, вы как видите, ну, ракету не в счет. Вот ракету... Ракета в основном на такое что-то должна... Ну, если бы идет принцесса возле вышки, то я бы не против. Ну, в общем, смотря по ситуациям, и очень часто мы вот когда играли, когда я смотрел эти все повторы и атаки, все это, мы очень обращали внимание на количество эликсира противника. Это очень важно, если вы используете ракету. Потому что, ну, вы должны знать, насколько вы будете в минусе, чтобы отдефаетесь вы там от той комбинации или нет. В общем, в целом, я думаю, вы поняли, посмотрели повторы. Это не последняя колода, есть еще одна на примете. И вообще, в будущем есть много интересных разных выпусков готовиться, поэтому подписывайтесь на канал. Скоро будет еще одно открытие сундуков. Ставьте лайк, если вы его ждете. Ну что ж, я чуть не забыл, чуть не завершил выпуск. Давайте откроем сундук. Посмотрим сейчас, что у меня тут за карты. Вот моя основная колода, которой я буду играть. Значит, ну, здесь, в принципе, у меня все уже 12 уровень по коммонкам. Там я вряд ли что-то опнул на 13, но был бы не против. Мартире, миньонам, всему этому. По раркам я собираю печку, мега миньона. Они у меня, ну, ближе всего к 9 уровню. Ну, еще сборщик. Поэтому буду очень рад этим. И легендарки, это принцесса. Все. Вот это все, что мне надо. Но остальное выпадет да выпадет. Давайте открываем. Должна быть легендарка, по идее. Так, ледяной дух падает. Мини-пека. Мне не нужна рыцарь. Рыцарь, в принципе, неплохая сейчас карта. Зап, наконец-то, скоро 12. То я его так долго не качал. Хога пора уже апать. Печка, да, блин, да. Уже скоро 200 штук. Круто. Печку на 9 очень хочу. Гоблин с дротиками. Так, дальше. Ледяной голем не пользуюсь. Лучницы на 12. Ну, качаю, но не пользуюсь. Тесла не пользуюсь и не буду. Банда гоблинов. Так, ребят, скорее всего не будет легендарки. Да, наконец-то, молния 5 левел. Ну, с эпических карт мне трудно сказать. Я до этого хотел голема на 5. Сейчас я его уже не хочу. Поэтому, ну, что выпадет, то выпадет. Бэйби Дрэгон падает. Ну, слабенький сундук, я вам скажу. Мне не... Ну, только печка меня порадовала. Все остальное плюс-минус. Неплохо, но не то, что я ожидал. Ладно, скоро будет еще выпуск интересный по моему аккаунту. В общем, подписывайтесь на канал. На этом буду прощаться. Скоро еще покажу несколько колод. Мы, напоминаю, готовимся к испытанию темной ведьмы. Если вам интересно заказать там буст по испытанию, либо темную ведьму. Ну, пока еще рано делать предзаказ. По испытанию критерий обязательно у вас 7-й рарки, 9-й командки должны быть, 4-й эпики и 9-й уровень. Если у вас ниже, то даже не пишите. Точнее, не рассчитывайте на 12 побед. Ну, а остальные бусты приветствуются по аренам прайси. Все ссылки, в общем, остались в описании. На этом я буду с вами прощаться, ребят. Всем спасибо за просмотр. Удачных вам побед, сражений. Всем до новых встреч и всем пока.